МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он не самый большой военный корабль. Авианосцы по своему статусу имеют куда большее водоизмещение. Возможно, и не самый быстрый на просторах Мирового океана, хотя редкий военный корабль сможет посоревноваться с ним в скорости. Но каждый морской офицер, завидев на горизонте его профиль, обязательно назовет его по имени. Потому что он Петр Великий. Один на все четыре океана планеты тяжелый атомный ракетный крейсер. Петр Великий. Петр Единственный. Североморск. Главная база надводных кораблей Северного флота. Ровно год назад Петр Великий вернулся к этому причалу после первого в своей истории дальнего похода. Почти 15 лет российский военно-морской флот выполнял задачи только по охране морских рубежей России. С похода флагмана Северного флота в Венесуэлу началась новая страница в истории ВМФ страны. Тот поход был призван показать, что у России еще есть корабли, способные решать задачи в любой точке Мирового океана. Новый переход из Североморска во Владивосток вокруг почти всей Евразии должен был окончательно закрепить возвращение антреевского флага в далекие от российских берегов моря и океаны. 29 марта 2010 года. Весной в Заполярье еще и не пахнет. Температура минус 8, резкие порывы ветра, метель. Если бы новобранцам осеннего призыва, молодым матросам-строчникам сказали, что уже через пару недель они будут изнывать от жары, вряд ли кто бы поверил. Прошлый поход в Венесуэлу обеспечивал экипаж, полностью укомплектованный контрактниками. Теперь же со всем молодым ребятам, вчерашним школьникам и студентам спустя всего два месяца после прибытия на корабль предстоит самое невероятное в жизни приключение. Таких матросов на борту крейсера около 400, почти половина всего личного состава. Одни пришли с деревни, другие с поселка, с села, третье с города, с большого, с маленького города. И разного воспитания. Ну и в том, что в настоящее время, что у нас на флоте год служит матросы, это создает нам некоторые трудности в воспитании, потому что за год очень мало можно вложить в него душу, потому что только пришел, пока курс молодого бойца, ему же надо и увольняться. Пытаемся мы отобрать на корабли лучших, потому что корабль атомный, очень новое вооружение стоит. Ну и главная критерия у нас отбора на корабль, это, конечно же, здоровье. Это годность службы плавсостава. Торжественное построение, короткий митинг и в сопровождении все той же весенней метели Петр Великий выходит в открытое море. Кроме совсем непростой морской службы, экипаж ждет и еще одно испытание. Несколько месяцев в океане, где редкий силуэт берега на горизонте и качающиеся на волнах палуба будут заменять такую привычную для человека твердую землю под ногами. Во-первых, здесь нет ни одного человека, который бы не хотел идти в этот поход. То есть люди, которые не хотели идти длительно в море, они служат на других кораблях. Здесь все желают. Ну а если кто-то еще чего-то не умеет, то мы их научим. Совсем недавно Петр Великий был полностью покрашен новой краской. Не совсем традиционный для российского флота цвет, зато устойчивость к перепадам температур и гарантия от производителя на несколько лет. В остальном же крейсер был и остается одной из главных ударных сил надводного флота России. Будут интересные учения. Это, как я сказал, с выходом корабля начинается формирование группировки кораблей военно-морского флота и в северо-восточной Атлантике и в других районах океана. Потом будут выполняться боевые упражнения, будут заходы в порты, будут совместные учения с нашими вероятными партнерами. То есть, работа напряженная. Впереди около двух месяцев дальнего похода в водах Северного Ледовитого океана, Атлантики, Средиземного моря, Индийского и Тихого океанов. Около 15 тысяч морских миль. Проливы Ла-Манши, Гибралтар, Суэцкий канал и Адонский залив. И каждый день этой океанской вахты будет насыщен многочисленными тренировками, стрельбами, совместными учениями с кораблями других флотов, выполнением реальных боевых задач по противодействию пиратской деятельности в районе Африканского рога, демонстрации российского военно-морского флага в различных уголках Мирового океана. Уже на второй день похода новобранцам крейсера довелось прочувствовать всю тяжесть и ответственность предстоящей флотской службы. Пока еще косвенно на примере недавней трагической страницы истории нашего флота. Море всегда разное. Разный цвет, волнение, даже запах в разных частях света у моря и тот разный. Но есть такие точки в Мировом океане, где для русского матроса море всегда одинаково. Одну из таких точек Петр Великий проходит прямо сейчас. Именно здесь, 7 апреля 1989 года, погибла атомная подводная лодка «Комсомолец». На флоте множество традиций, но одна из самых главных и почитаемых это дань памяти тем, кто не вернулся из своего похода. Это одна из самых больших трагедий в истории советского, российского подводного флота. Поэтому мы собрались здесь для того, чтобы отдать дань памяти и уважения тем людям, которые погибли при исполнении своего служебного и воинского долга. «Комсомолец» был новейшей и самой совершенной на тот момент субмариной в мире. Ему принадлежал не один рекорд, а максимальная глубина погружения 1020 метров до сих пор недостижима ни для одной подводной лодки. Пожар, возникший в одном из отсеков, поставил точку в недолгой, но славной истории этого корабля. «Прошу почтить память морякового экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец». Минута и молчание. «Головный уборец» здесь! Традиционный венок от экипажа и все напутственные речи на митинге — это лишь часть традиции, ее оболочка. Главная цель мероприятия — дать прочувствовать новобранцам крейсера и курсантам военно-морских училищ, что такое настоящее море и чем оно отличается от картинок с золотистых пляжей южных курортов. Осознаю, конечно, ту серьезность и опасность, в которой служили моряки, которые здесь погибли, в таких тяжелых условиях, переохлаждение, на такой глубине самая лучшая лодка была. Тяжело, конечно, себе представить такую ситуацию. Но бороться за жизнь корабля подводной лодки. Как и в далеком апреле 89-го, погода в Норельском море подстать обстановке. Разве что снега побольше, а волны чуть меньше. С борта Петра Великого был хорошо виден уплывающий вдаль венок. Память о днем и надежда других на то, что подобной трагедии больше не повторится. Первую неделю похода Петр Великий двигался без остановки и на хорошей скорости. В сутки удавалось пройти в среднем по 400 морских миль. Флагман Северного флота не просто крейсер, это атомоход. Благодаря реактору запас хода корабля практически не ограничен. И обслуживать реакторный отсек машинное отделение доверено самым грамотным и выносливым морякам. Силовая установка крейсера занимает несколько этажей. Температура здесь редко опускается ниже 35-40 градусов. В тропиках она еще выше. Работают здесь сменами по 4 часа. И хотя прямого контакта матросов с реактором атомохода нет, каждому на входе выдается личный дозиметр и одежда. Служат в боевой части пять наиболее технически подготовленные матросы. Перед допуском к установке не сдают обязательные зачеты, ведь от грамотного исполнения их обязанностей на крейсере зависит практически все. Обеспечивает заданный ход корабля, обеспечивает всеми видами энергии и обеспечивает пресной питательной водой весь корабль. Подходит к концу первая неделя похода тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Погода в Северной Атлантике, как вы, наверное, можете сейчас видеть, далеко не совсем хорошая, но, в принципе, вполне позволяет кораблю проходить маршрут со стабильной скоростью. «Петр Великий» уже сделал около полутора тысяч морских миль. И сейчас экипаж усиленно готовится к первому в истории крейсера к прохождению пролива «Ла-Манш». В условиях прохождения через узкий пролив дополнительная нагрузка выпадает на штурманов. Прокладка маршрута на современном навигационном оборудовании, казалось бы, дело не совсем сложное. Но все эти компьютерные программы, данные спутников, радаров – лишь информация для размышления. Как и стоит 200 лет назад, путь корабля прокладывается в первую очередь в голове штурмана. «В случае обнаружения каких-то глубоких циклонов, которые свидетельствуют о том, что приближается область сильных ветров, мы выбираем курсы, уклоняемся от этих циклонов, производим расхождение с ними, для того, чтобы по минимуму корабль находился в условиях, когда он может быть поврежден». Петр Великий несет два вертолета К-27 разных модификаций – противолодочник и спасатель. Первые полеты начались еще в Северной Атлантике при далеко не идеальных погодных условиях. Влияние оказывает любой фактор – волнение моря, сквозь движение крейсера, направление и сила ветра, время суток и множество других. «Согласно документам, полет в сложных метеоусловиях – это уже в облаках, это, конечно, разумеется, ну и полет над водной поверхностью считается полетами в сложных метеоусловиях, любых, даже вот таких вот, как сейчас». Прежде чем подняться в небо, каждая машина обязательно проходит тщательную проверку. Даже свои крылья, лопасти винтов, вертолет расправляет только с помощью человека. Повышенный риск полетов в открытом море требует соответственной квалификации экипажа. Право насладиться рассветом с высоты птичьего полета где-то между Ла-Маншем и Гибралтаром дается только ежедневной, упорной и при этом практически ювелирной работой. «Чувство, может быть, оно где-то и влияет, но основное – это приборы, слепое верение приборам и слепое верение своему штурману, ну вообще экипажу, кто находится на борту. То есть без взаимодействия в экипаже летательный аппарат типа вертолета летать, ну, будет небезопасно». Практически ежедневно летчики Петра Великого отрабатывают навыки полета в сложных метеоусловиях, проводят разведку и поиск иностранных подводных лодок. В Бескайском заливе Петру Великому подошел для приветствия штабной корабль ВМС Дании. На флагмане Северного флота о его маневрах также узнали задолго до появления на горизонте. Каждый вылет вертолетов проходит под контролем пожарной команды крейсера. Это лишь одна из обязанностей дивизиона живучести корабля. Служат здесь в основном матросы-срочники, до армии, видевшие действия пожарных бригад только по телевизору. Но несколько месяцев взгляда изнутри на профессию, и уже сейчас действия ребят, пусть и на условном пожаре, смотрятся вполне убедительно. «Все, кто пришли в дивизион живучести, все познавали все с нуля. Самое главное, в таких ситуациях, в таких сложных, трудных, не теряться, не растеряться и не дать растеряться товарищу». Все боевые части крейсера продолжают тренировки. Ежедневно по громкой связи объявляют как лучших, так и отстающих пока по службе матросов, боевые службы и команды. Если задача Петра Великого вернуть положительный образ русского флота в Мировой океан, то прежде всего этому образу должен соответствовать его экипаж. Ла-Манш встретил российский крейсер туманами. В самой узкой части пролива, под Экале, расстояние между французским и английским берегами не превышало 30 километров. Но по-настоящему хорошо рассмотреть землю экипажу удалось лишь спустя несколько дней, когда Петр Великий из Атлантического океана вошел в Средиземное море. В Гибралтаре погода напротив была благоприятной, но и судоходство куда более активным от парусных яхт до танкеров. Сейчас африканские берега пролива принадлежат Марокко, а европейское побережье в самой южной его точке контролирует Великобритания. Два десятка стран Средиземноморского бассейна обеспечивают очень насыщенный грузовой и пассажирский поток в проливе. Оживленное сообщение между африканским и европейским берегом также создавало Петру Великому определенные трудности. Несколько раз пассажирские паромы пересекали курс крейсера на небезопасном для них расстоянии. Пролив в Гибралтар проходим не первый раз. Особенности достаточно глубоководные, но тоже имеется большой пассажиры и грузопоток как на выход, так и на вход. Особенность также очень большая скорость этого потока, порядка 18 узлов. Мы серьезно готовились к этому мероприятию, несмотря на то, что проходим не в первый раз. Вслед за Петром Великим в Гибралтар вошел и сторожевой корабль Балтийского флота Ярослав Мудрый. Несколько дней корабли шли одним курсом, но сразу после входа в Средиземное море их пути разошлись. Расставание прошло согласно старой морской традиции. Корабли проходят на небольшой дистанции друг от друга, выстраиваются экипажи и отдают друг другу воинское приветствие, как это положено по корабельному уставу. Будни дальнего похода это не только постоянное несение вахты. Личный состав должен принимать пищу, спать, иметь возможность как-то занять себя пусть и в короткие минуты отдыха. И для этого на Петре Великом созданы все условия. Это маленький город, начиная от кубриков, где проживают они, кончая очень хорошими оборудованиями, столовыми, камбузами, библиотекой, около 6 тысяч экземпляров книг. В каждом кубрике стоит телевизор, называется система экран, цветной телевизор, ЦМ. В каждой столовой стоит телевизор, то есть нет проблемы посмотреть фильмы, программу, время, новости. Казалось бы, что может быть проще испечь буханку хлеба? Рецептура наработана веками и даже тысячелетиями. Ингредиенты все те же. Мука, вода, дрожжи, соль. Делается пара, смешивается с тестом и в печь. На выходе ароматный кирпичик свежевыпеченного хлеба, от которого у любого потекут слюнки и разыграется аппетит. Но все же именно корабельный хлеб, впервые попробовав, не спутаешь ни с чем. На все вопросы о секретном ингредиенте ответ звучал просто. На самом деле в рецептуре есть один единственный ингредиент, отличающийся от берега. Это кусочек морской романтики, соленого морского воздуха и желание работать хлебопеком. Но, конечно, не хлебом единым живет экипаж Петра Великого. Это не просто тяжелый ракетный крейсер, а с точки зрения довольствия в первую очередь атомоход. Отсюда и усиленный паек, и ежедневные небольшие порции красного вина. Повара, или, как правильно будет по морскому, коки, на камбузе в основном матросы-срочники. Правда, поварское училище закончили, так что и из топора кашу смастерят в течение минут, если потребуется. Но продуктов здесь в достатке и единственное неудобство отсутствие суши. Все очень похоже. Так только немножко тяжелее готовить при качке. Ну, а так, в принципе, все нормально. Питание на крейсере пять раз в сутки, из-за чего кокам приходится работать в походе с шести утра до полуночи. Накормить почти тысячный экипаж для них не подвиг, а ежедневное исполнение устава и воинского долга. Подходит к приготовлению пищи здесь творчески. Тем более, что в дальних походах к южным морям меню будет дополняться новыми блюдами. Рацион будет несколько скорректирован для того, чтобы питание было более сбалансированным, более качественным, более разнообразным. В том числе будет включен в состав приготовленных блюд холодные закуски, дополнительно и холодные первые блюда. Для дальнего похода требуется огромное количество энергии. Так что для матросов и офицеров здесь почти круглосуточно работает свой мирный атом. А по-флотски просто камбус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лучшим матросам и офицерам по итогам первых недель похода было разрешено сойти на берег. Перед сходом в иностранном порту обязательный инструктаж. Там телефон посольства? Если что. Сирийский Тартус это первый порт в который спустя две недели с начала похода зашел тяжелый атомный крейсер Петр Великий. С одной стороны 14 дней в открытом море для дальнего похода не такой уж и большой срок. Но с учетом того что на ближайшие полтора месяца именно Тартус станет последним берегом на который сойдут наши моряки то для наших матросов и офицеров это событие становится более чем знаковым. Боевой корабль это не музей и не выставочный зал но в иностранном порту он представляет всю Россию. Если в обычный день на крейсере царит идеальный порядок то накануне визита высоких гостей все начищено до Блецка экипаж в парадной форме а рота почетного караула держит свой первый настоящий экзамен. 19 залпами салютных орудий Петр Великий приветствовал чрезвычайного и полномочного посла России и группу сирийских военных во главе с командующим ВМС Сирийской Арабской Республики. В Тартус заходило немало российских военных кораблей но визит тяжелого атомного ракетного крейсера стал первым в истории порта. Флагман Северного флота настолько заинтересовал сирийцев что экскурсия длилась почти 4 часа. Под нами находится ракетный комплекс С-300. Корабль имеет 94 ракеты. Кроме официальной делегации российского посольства и сирийских военных крейсер посетило и немало российских граждан работающих в Сирии. Я думаю, для Сирии это очень большое событие прибытие такого военного корабля российского флота. И, конечно, мощь видна. Самое яркое впечатление, конечно, вооружение этого корабля. В 80-е годы прошлого века Тартус был крупнейшей советской военно-морской базой в регионе. И в настоящее время есть все предпосылки для возрождения тесного сотрудничества между Россией и Сирией. Сирийское руководство и общественность Сирии заинтересованы в том, чтобы наши связи становились прочнее и интенсивнее. Когда на рейде стоит корабль российского флота, над которым развивается Андреевский флаг, сирийские люди чувствуют себя увереннее. Из всего экипажа лишь несколько офицеров были здесь раньше, на других кораблях. И новые впечатления, да и просто твердая земля под ногами, все это незаменимо для моряка в дальнем походе. К тому же местное население традиционно дружески относится к российским военным. Даже если не понимает ни слова по-русски. А сколько? Метр? Метр? Сколько? Метр? Километр? На путь. 200 метров? Спасибо большое. Кроме традиционного посещения сувенирных лавок, для российских моряков устроили экскурсию в крупнейшую из сохранившихся на Ближнем Востоке крепость крестоносцев Крак-де-Шевалье. Визит в Тартус продлился всего двое суток. Петр Великий снялся с якоря и взял курс на юг к берегам Египта. Путь из порт Саида на севере Суэцкого канала до порта Суэц на входе в Красное море занял более 16 часов. Близость берегов, огромное количество кораблей, размеры самого Петра Великого, все это не давало экипажу ни минуту на передышку. Провести вот поправок по Шарате-Долготе на персонокомплексе? Есть. Как и при прохождении Ла-Манша и Гибралтара, особая нагрузка ложится на штурманскую боевую часть Петра Великого. Алексей Рибаштан один из самых молодых, но при этом уже опытных офицеров крейсера. Он третий в семейной династии морских офицеров после отца и старшего брата. У таких, как говорят, море уже в крови. Привлекалась, конечно, морская романтика. Видел отношения окружающих людей, множество друзей, отца, брата, все эти коллективы тесные, военные. Сейчас, соответственно, не жалею, потому что кому-то же надо Родину защищать. Скорость движения по Суэцкому каналу не более 10 узлов. Это примерно 20 километров в час. Проход начался в час ночи и только около шести часов вечера Петр Великий вышел в Красное море. С этого момента и почти до самого конца похода экипажу Петра пришлось трудиться в условиях настоящей тропической жары. Но тот же климат позволил, наконец, проводить утреннюю зарядку на палубе крейсера. Весь комплекс силовых упражнений ежедневно в течение часа отрабатывается в спутзале крейсера. А утренняя зарядка длится не более 15 минут. Все же пылящее тропическое солнце даже утром в больших количествах вредно для Североморца. Экипаж Петра Великого распределен на семь боевых частей. В каждой из них различные морские профессии и ежедневно среди военных моряков идет негласное соревнование за звание лучшей боевой части крейсера. После выхода в тропические широты у матросов и офицеров появилась возможность определять лучшую боевую часть не только по результатам служебной деятельности, но и в прямой и честной спортивной борьбе. Утром на свежем воздухе, когда солнце еще щадит моряков, а легкий ветер и просторы океана добавляют экипажу хорошего настроения, соревноваться одно удовольствие. Да и дельфины, словно проникшись спортивным духом, выдавали на радость матросам свои фирменные номера. Партии в шахматы и нарды, в отличие от волейбола, проходят в традиционной манере, так же, как и соревнования в гиревом спорте. Но самый традиционный, вышедший именно из флота вид спорта, это, конечно, перетягивание каната. Вот где эмоции действительно бьют через край. Здесь накануне просто победа в одной из дисциплин турнира. Каждый день, сталкиваясь на службе с веревками, канатами и остальным декелажем, любой матрос считает только свою команду главным претендентом на победу. Несмотря на то, что больше всех работают с канатами боцманы, победу в этой дисциплине неожиданно одержала боевая часть 7 гидроакустики. Чемпионами в этом месяце стала команда боевой части 7. В нашей боевой части 150 человек отобрали самых крупных, поэтому, как бы, насчет победы, конечно, надеялись, ну и, можно сказать, верили, что победим. Ну, так и сделали. Наградой победителям обычно служат сладости. Сгущенка, шоколад, фрукты, соки, продукты, хоть и обязательные в ежедневном рационе, не менее желанные от этого в качестве добавки. Кстати, эти самые добавки обеспечивают экипажу и еще один вид физической нагрузки. Если в топливе и воде атомный крейсер не нуждается, то экипажу необходимо периодическое пополнение продуктовых запасов. Танкер Тихоокеанского флота Печенга доставил на Петр Великий свежие фрукты и овощи, молоко, соки и куриные яйца. В Атанском заливе к Петру Великому подошел танкер Тихоокеанского флота Печенга. В течение нескольких часов в трюмы крейсера выгружали более 10 тонн продовольствия. Все работы по разгрузке контролировались не только командирами боевых частей корабля, но и врачами. Дневная температура середины апреля здесь уже достигает 35 градусов тепла при почти 100% влажности. Работа на палубе личного состава связана с тем, что ожоги часто бывают. Поэтому медицинские службы специально были закуплены мази, которые защищают кожные покровы до ожогов и после ожогов. Плюс водно-солевой обмен тоже требует большого употребления количества воды. Поэтому экипажу выдается бутылированная вода. Медицинское обслуживание на Петре Великом еще один повод для гордости за корабль. Самое современное оборудование, грамотные врачи, чистота и даже стерильность в палатах. Кроме обычных заболеваний, простуды, солнечных ожогов, бытовых травм здесь проводят и настоящие операции. Например, успешно удалили аппетицит одному из матросов. Петр Великий один из самых молодых кораблей российского флота. И хотя заложен он был еще в конце 80-х, Андреевский флаг был впервые поднят над крейсером лишь 18 апреля 1998 года. Всего несколько раз в год на торжественное построение выносится флаг Петра Великого. И сегодняшний день главный для знамени крейсера. Поздравляю вас с праздником! 12-й годовщины подъема флага на корабле. Ура! 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 День рождения крейсера совпадает с празднованием Дня города в Североморске, порту приписки Петра Великого. Впервые город и корабль отмечают свои праздники так далеко друг от друга. Вместо привычного Баренцева моря сейчас в борт флагмана Северного флота бьются волны моря Красного. Из первого экипажа Петра Великого сейчас на борту лишь 15 человек. Ветеранам крейсера были вручены подарки, лучшим матросам и старшинам присвоены очередные воинские звания. И, конечно, в этот день вспоминали всех командиров атмосфера Капитан первого ранга Добрышев первый командир, контр-адмирал Васильев, контр-адмирал Касатонов, капитан первого ранга Якушев. И сейчас руководит крейсером капитан второго ранга Меньков. Также поблагодарит всех, кто прослужил на крейсере и внес частицу своего труда в наш хороший корабль. На Петре Великом служат представители 18 национальностей. При этом у командиров крейсера есть повод гордиться показательной сплоченностью команды. И по-другому здесь быть не может. В условиях дальнего похода выполнить поставленные задачи способен только единый экипаж. Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий вошел в Адонский залив, печально известный последние годы многочисленными нападениями сомалийских пиратов на гражданские суда. И хотя флагман Северного флота проектировался для решения куда более масштабных задач, чем захват или уничтожение пиратских лодок, тем не менее сегодня морские пехотинцы Петра Великого приступили к отработке антипиратской деятельности. В середине февраля 2009 года Петр Великий впервые проходил Адонский залив. Тогда местные пираты в полной мере ощутили разницу между танкером, их привычным объектом промысла и тяжелым ракетным крейсером. На этот раз К-27 не нашел пиратских лодок. Сейчас в этой части Индийского океана действует несколько групп боевых кораблей более чем десятка стран. Они охраняют караваны торговых судов в опасных зонах залива. Сегодня наш вертолет обнаружил группу кораблей в сопровождении южнокорейского эсминца. Основная задача обнаружить, дальше классифицировать, подтвердить, что это пираты или не пираты, рыбаки, или просто гражданские суда, или яхты какие-то. Далее навести, дать цель указания силам и самому при этом на безопасном удалении патрулировать. То есть выполнять снижение. Полноправными хозяевами Адамского залива в отсутствие пиратов становятся куда более симпатичные его обитатели. Дельфины несколько минут следовали за Петром Великим, радуя экипаж своей акробатикой и подглядывая за тренировкой морских пехотинцев. Те в свою очередь отрабатывали действия по тревоге и стрельгуют с пулемета Калашникова и ДШК корабельного крупнокалиберного пулемета Дегтярева-Шпагина. Цель представить себе атаку пиратских лодок на тяжелый атомный крейсер очень непросто. Тем не менее с сегодняшнего дня подобные стрельбы будут проводиться регулярно. После учений обязательная чистка оружия. Влажный и жаркий климат южных морей требует тщательного ухода за вооружением крейсера. Морские пехотинцы проводили и совместные тренировки с экипажами палубной авиации. Здесь отрабатывались подъем и спуск на корабль из зависшего над палубой вертолета а также совместные действия после десантирования на корабль. Эти навыки необходимы при досмотре терпящих бедствия судов а также при возможных столкновениях с самарийскими пиратами в Адамском заливе. Тренировка прошла успешно отрабатывались высадка досмотровой группы на корабли. Тренировка прошла успешно в принципе все задачи были отработаны. Основная задача захвата плацдарма с воздуха и удержания пока не высадится основная группа которая будет досматривать предполагаемые корабли. Как показали уже первые дни в Адамском заливе тренировались морские пехотинцы не зря. Утром 24 апреля прямо по курсу крейсера показалась группа из 9 маломерных судов. Учитывая районных нахождения и характерные признаки 8 маленьких быстроходных лодок и 1 большой баркас так называемая судно-матка было принято решение задержать и досмотреть эти суда на предмет причастности к пиратской деятельности. Уже через несколько минут после остановки из Петра Великого были спущены два катера. В группу досмотра вошли отделение морских пехотинцев, переводчик и помощник командира крейсера. Узнать название лодки место прописки куда идут и так далее. Портом приписки баркаса оказался один из танзанийских городов. При этом на корабле был поднят флаг Йемена. Уже один этот факт вызывал подозрения. Кроме того, сразу после первых сигналов с Петра Великого об остановке судно что-то сбросили в море. По словам же капитана баркаса его команда простые рыбаки и постоянно ведут здесь свой промысел. При этом африканцы вели себя спокойно, беспрекословно подчиняясь приказам наших военных. Трюм баркаса действительно оказался полон свежей рыбы переложенной льдом. Внешний вид сетей и других рыболовных снастей говорил о частом их применении. А в единственном подозрительном свертке обнаруженном в капитанской рубке оказался Коран. Мы его не берем в руки они сами показывают. Импровизированный камбус тут же остатки недоеденного обеда и рядом бочки с горючим. При этом никаких признаков нахождения на борту оружия. Даже морских карт на баркасе обнаружено не было. А из двух найденных GPS-навигаторов один не работал а на втором не было никакого маршрута пройденного лодками. Внешний осмотр рыбаков на характерные следы от долгого контакта с оружием также ничего не дал. Четночетности на пальцах и на брестях не обнаружено. После основного судна были досмотрены и 8 остальных лодок. Но и там кроме обычных предметов рыболовного промысла ничего не оказалось. Досмотровая группа поблагодарила рыбаков за понимание и содействие и вернулась на крейсер. Никаких инцидентов не возникало. В принципе вели себя вежливо и корректно в обе стороны. Лучше было проверить убедиться в том что это мирные люди чем потом они бы на кого-нибудь напали, захватили и пришлось бы работу проводить уже гораздо более тяжелую. И досмотровая группа и действия остального экипажа крейсера получили хорошую оценку от командного состава Петра Великого. Вся операция заняла около полутора часов после чего Петр Великий вернулся на первоначальный курс. Через двое суток флагман Северного флота Петр Великий встретился в Аравийском море с флагманом Черноморского флота крейсером Москва. В составе единого отряда кораблям предстояло пересечь весь Индийский океан с запада на восток. Маневры флагманов Северного и Черноморского флотов в Индийском океане не могли не привлечь внимания иностранных ВМС. Прошло не более часа как два российских крейсера легли на один курс а локаторы Петра Великого обнаружили сразу четыре крупные цели. По команде был поднят противолодочный вертолет. В течение нескольких часов он производил разведку и на предельной дистанции полета обнаружил иностранный отряд боевых кораблей. Задачи ставились еще на кораблях на кораблях соответственно но мы находились под общим управлением под командованием Петра Великого. Мы выполнили несколько вертолетов вылетов обследовали большую площадь в результате обнаружили отряд боевых кораблей совместных индийско-американских. Еще утром дистанция между российскими крейсерами и индийско-американской эскадрой была более 200 километров. Совершая тактические маневры отряды кораблей постепенно сближались и к вечеру подошли на предельное близкое расстояние. Иностранный отряд состоял из крейсера и фрегата ВМС США и двух индийских фрегатов. Мы обмениваемся международными сигналами то есть о том что мы проводим учения мы поднимаем свой сигнал о том что проводят учения они не поднимают свой сигнал. В принципе мы стараемся не создавать друг другу помеху. В течение двух недель совместного похода оба российских крейсера почти ежедневно проводили учения. Отрабатывались действия при радиационно-химическом заражении переброска грузов с корабля на корабль буксировка и конечно тушение пожара в открытом море. Условным в этой операции был только дым от дымовых шашек зажженных на крейсере Москва. Действия АСГ аварийно-спасательных групп обоих кораблей должны были быть максимально приближены к реальности. Скорость здесь так же важна как и безопасность выполнения работ. Волнение на море было близким критическим показателем для катера со спасателями мешало и сильное подводное течение. Тройка прямо к трапу не подходи. На расстоянии 5 метров принимай в конце тебя подтягивает. Загрузив в катер пожарное оборудование аварийно-спасательная группа Петра Великого спустя считанные минуты причалила к трапу крейсера Москва. На этом первый этап учений был закончен. Затем, совершив маневр Петр Великий подошел к флагману Черноморского флота и ботсманская команда североморцев с помощью швартовых тросов взяла Москву на буксир. В ходе учения все поставленные задачи и эпизоды, которые были назначены отработаны, отработаны успешно, взаимодействие также отработано между двумя кораблями, действия достаточно умелые, все нормативы были выполнены. В роли условного противника в сегодняшних учениях выступала палубная авиация Петра Великого и крейсеры Москва. Как только вертолеты взлетели, флагман Северного флота погрузился в плотные клубы дыма. Сработала система визуальной защиты. После этого вертолеты имитировали атаку и были условно сбиты электронным обстрелом. Петр Великий произвел обстрел первой цели двумя портами. Когда оба вертолета ушли из зоны поражения, учение вступило артиллерия Петра Великого. Первый выстрел произвел ПК-2 постановщик помех. Эта пушка должна выводить из строя ракеты условного противника. А затем за дело взялась тяжелая артиллерия. АК-130 самое мощное орудие на Петре Великом. И хотя основная ударная сила крейсера это ракеты, так называемый главный комплекс, в который входят пусковые установки С-300 и гранит, АК-130 за одну минуту способен выпустить до 90 снарядов на расстояние в 24 километра. За это время из орудия вылетает более 4 тонн металла и взрывчатки. Перед такой мощью не устоит ни одна цель. АК-130 универсальное орудие может работать как по надводным, так и по воздушным объектам. Сегодня с его помощью была успешно сбита воздушная условная цель. Управление орудием все автоматизировано от перезарядки до поиска цели. С командного поста даются координаты и согласно им пушка, учитывая скорость крейсера и волнение на море производит выстрел. Стрельба по условиям несложная, выполнена успешно. В целом корабль подтвердил готовность к отражению атак средств воздушного падения. Данные стрельбы проводятся с целью как раз подтвердить боеготовность при длительном походах в море. Флагман Черноморского флота крейсер Москва не принимал участия в стрельбах. Черноморцы отрабатывали тактические задачи и помогали своим вертолетам имитировать воздушную атаку на Которвили. 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 В начале мая они обогнули Индию и пересекли Бенгальский залив. Впереди лежал Малакский пролив. И именно здесь всего в 500 километрах от экватора российские моряки встретили 65-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая у Петра Великого есть и своя Красная площадь и вертолетная площадка и стройные шеренги матросов и торжественный вынос государственного флага а главное давние флотские традиции. Память о погибших Великой Отечественной войне головные горы снег флаг проспустить В условиях дальнего похода нет места длинным и пышным церемониям. Напутственные слова командиров крейсера вручение наград и присвоение очередных воинских званий на все уходит менее получаться. после общего снимка на память многие заступят на свои вахты и для них потечет обычная ежедневная служба. Но сегодняшний день останется в памяти навсегда. Наша задача военных людей в первое время быть всегда готовы повторить то, что выполнили наши преды защитить нашу роль. Потому что наши дети наши родные потомки тоже должны расти на нашей земле. Символично, что погода в этот день преподнесла Петру Великому настоящий североморский сюрприз. Там почти каждый год 9 мая проходит под аккомпанемент дождя или снега. Вот и здесь буквально за несколько минут небо покрылось свинцовыми тучами почти как в Баренцевом море. Мы сегодня почтили память тех, кто не вернулись с войны и пожелали здоровья кто остался еще в живых с ветеранами Великой Честной войны. Мероприятие было очень важное для воспитания нового поколения. Непогода едва не помешала праздничному концерту. Но в том и отличие тропиков от наших северных широт уже через 20 минут выглянуло солнце и для моряков зазвучали песни военных лет. Любимый город Другу улыбнется Снакомый дом Селеный сад Селеный взгляд У нынешнего поколения матросов срочной службы воевали даже не деды, а уже прадеды. Но память о той войне живет и не только в семейных фотоальбомах, но и в творчестве этого нового поколения. Песня Александра Мавлютова не была похожа на мелодии военных лет. Она другая, но в ней тоже говорилось и о войне, и о тех, кто своей жизнью заплатил за мирное небо над Родиной. Вечная память, ребята, для вас, не сказавших последних раз. У меня в душе постоянно тревожное состояние такое, когда я думаю, как дед воевал, таким же, как я, пацаном пошел на войну, отставил. То есть я не представляю, как я бы сейчас на его месте поступал. И, конечно, я горжусь. Гордость, пожалуй, ключевое слово для 9 мая. И здесь, посреди Индийского океана, на флагмане Северного флота, крейсеры «Петр Великий» есть кому гордиться и своими дедами за их победу, и внуками за то, что продолжают нести славные традиции российского флота и его флаг по всему мировому океану. После Малакского пролива пути Петра Великого и Москвы на время разошлись. Флагман Черноморского флота взял курс на Филиппины, а флагман Северного пошел к Лодивостоку. За время совместного похода корабли прошли около 6 тысяч морских миль. Действуя в составе одного отряда, экипажи крейсеров получили ценный опыт взаимодействия между кораблями разных флотов вдали от родных берегов. Корабли форсировали совместно Малакский пролив, Сингапурский пролив, отработали плавание в узкости, в сложных условиях. Все это позволило поднять профессиональный уровень подготовки экипажей кораблей на достаточно высокий уровень. Действовали слаженно, уверенно, грамотно, не допущено ни одного случая чрезмерного сближения с проходящими и встречными кораблями и судами. Не создано ни одной аварийной ситуации. То есть экипажи покажали себя с самой высокой стороны. До родных берегов, до Владивостока оставалось всего два дня пути. И здесь, так же, как и в самом начале похода, прошел еще один траурный митинг. Петр Великий проходил место Цусимской битвы. Мы собрались, чтобы отдать память и уважение людям, которые заведомо знают, что идут на верную смерть, тем не менее не дрогнули, перед в три раза превосходящим противником исполнили свой войск и человеческий долг до конца. Петр Великий впервые проходил Корейский залив, где ровно 105 лет назад произошла катастрофа, предопределившая исход русско-японской войны 1905 года. Не только на славных победах, но и на таких тяжелых уроках учились новые поколения российских моряков. И в сегодняшнем строю офицера флагмана Северного флота стоит Георгий Стадник. Уроженец Липецкой области и он с детства заболел морем именно после прощения книг о Цусимской битве. Это было 20 лет назад и теперь он офицер российского флота. Ощущения очень особенные. Дело в том, что я никогда в своей жизни даже не представлял, что я окажусь именно на этом месте, именно в тех водах. И вот сейчас, находясь здесь, передо мной всплывают страницы этой битвы. Я представляю, эти корабли, русские корабли, которые не сдались перед врагом и выполнили полностью постальные перед ними задачи. Уже вторые сутки крейсер Петр Великий сопровождают корабли японских ВМС. И сегодня с японского эсминца наверняка была видна церемония спуска Венка в память о почти 6 тысячах русских моряков, навсегда оставшихся здесь, в корейском проливе, около небольшого острова в Кацу Сима. Погибших, но не побежденных. Играет музыка 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 И вот на горизонте уже родные берега. После выхода из сирийского Тартуса экипаж Петра Великого пять недель находился в открытом море. 20 мая матросы и офицеры наконец вновь ступили на твердую землю российского Приморья. Позади 15 тысяч морских миль и почти двухмесячный переход через все четыре океана планеты из Североморска на Дальний Восток. А ведь всего этого могло и не произойти, если бы в свое время Петр Великий и нынешний флагман Северного флота стал бы, как и предполагалось изначально, флагманом флота Тихоокеанского. Но так сложилась судьба, что только через 12 лет после спуска на воду тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий впервые причалил к дальневосточным берегам. Бухта Абрек встретила крейсер первыми за последние штормовые дни лучами солнца. Хорошая погода, близость долгожданных берегов и отличное настроение экипажа. После семи недель в открытом море каждому хотелось как можно быстрее ощутить твердую землю под ногами. Но постановка к причалу такого большого корабля как Петр Великий работа кропотливая, поэтому несколько часов целая группа буксиров помогала крейсеру пришвартоваться. Подойти по правому борту работать колокол в районе рабочего маргана. После встречи на пирсе на борт Петра Великого поднялась делегация командования Тихоокеанским флотом. Товарищ командующий Тихоокеанским флотом, командир крейсера Петр Великий и капитан второго ранга Минько. Больно? Больно! После знакомства с кораблем наконец настала и очередь североморцев спуститься на берег. Знаменитую морскую походку в развалочку экипажу Петра Великого пришлось на время забыть. Первые шаги по дальневосточной земле офицеры и матросы проделали в строю. Североморцев встретили как дорогих и долгожданных гостей. В ближайшие полтора месяца экипажу Петра Великого совместно с Тихоокеанцами предстоит интенсивная подготовка к крупномасштабным учениям. Я не понаслышке знаю отработанность, выучку и умение экипажа тяжелого атомного ракетного крейсера, так как всего год назад выполнял вместе с вами задачи в Индийском океане. Я знаю, что у вас есть чему поучиться, но я думаю, что и морякам-североморцам будет чему поучиться у моряков-техоокеанцев. Это был не конец пути. Здесь, под Владивостоком, для Петра Великого только начинаются главные испытания. Его, как и крейсер Москва, ждут крупномасштабные учения совместно с Тихоокеанским флотом, прибытие на борт президента России и обратный путь через половину мира домой, в родной Североморск. Там, где из тумана появится полуостров Рыбачий, единственный в мире тяжелый атомный ракетный крейсер ждет. Нет, не отдых, а подготовка к новому дальнему походу. Ведь кому, как ни крейсеру, названному в честь основателя российского флота нести по мировому океану введенный Петром Первым андреевский флаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...